Привет! Эй, Атребуарно! На одном из их последних стримов мой подписчик Дэн через донатик, за что ему огромное спасибо. А попросил меня посмотреть ролик у Руслана Гладенко, и это у нас четвёртая серия. Вроде четвёртая же. Да, четвёртая серия третьего сезона сериала «Школа» называется «Прикалывается над мамой в школе». Кто? Это уже низко, на самом деле. Довели учителей. Давайте глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! Может, как-то можно обойтись без докладных? Как дай-ка это сюда? Ступые пацанские понятия. А ты своей мамке помочь не хочешь? Друзья, если вы ещё не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. И не забывайте про лайки, для нас это очень важно. Приятного просмотра. Спасибо. Я, конечно, понимаю, что Дима не из тех мальчиков, которые первые лезут в конфликт, но мы же с вами обе понимаем, что он явно что-то недоговаривает. Я сказал правду, что я проспорил. Ну, конечно, сам проспорил и написал что-то лот, да? Порил, потом сам разрисовал шкафы, сам у него залез. А, я Дима, я лот, там написано, да? Да, всё так и было. Ты на всех задураков держишь. Конечно, походу, да. Ты за что получил? Саша много говорил, а я ему рот закрыл. Рот закрыл, вы посмотрите на него прямо на уроке, да? Да, на уроке. Да, заткнись с ноги, бельзишь. Понимаешь, что ты сделал? Я должна написать на тебя докладную на имя директора. Может, как-то можно захотеть без докладных? Я поэтому вас позвала, чтобы вы вправили ему мозги. Если нужно, можете писать докладную. Так, а ну-ка, вышел отсюда. Как дела? Ты что здесь делаешь? Ну что, пожаловался на нас? Я не жаловался. Но если ты пожаловался, то тебе жопа, ты понимаешь? Не, и чё же будет? Чё ж ты сделаешь? Я пожаловался без проблем. Мне повезло, что с тобой был рядом твой друг, старший классик. Ну здесь я сам. Хочешь, повторим? Дима, у тебя всё нормально? Да, пацаны, всё нормально. Точно всё нормально. Дистанцию держи. Короной заболеть бы еще? Корее бешенством, чем короной. Ещё увидимся. Бля, какие конченые, почему они все... Бесит! Тебе нужна наша помощь? Обращайся. Да я сам разберюсь. Дима, нам Саша сказал, что тебя закрыли в раздевалке. И баллончиком все раскрасили. Саша много говорили. А что-то общее собралось? Нет, на самом деле, почему ты не можешь друзьям-то рассказать? Ну, типа, камон. Ладно, типа, взрослым. Окей. Посчитают, типа, ээээ... Стукачон, ябед, и так далее. Ну, друзьям-то чё? Друзьям-то можешь доверить. Они просто возьмут и встречают за тебя, блядь. Отпиздят это... Понятно, да? Конечно, нужно разбираться словами, но... Ну так и идите на ул. Дима, мы в классе. Хорошо. Александра Юрьевна, простите, я все уберу. Мама? Что мама? Полюбуйся. Теперь твоя мама будет убирать за тобой то, что ты наделал в раздевал. А может я сам уберу? Ну это же... Что, хочешь сказать, что это не ты? Вот когда наберешься смелости и расскажешь, кто это сделал, тогда и поговорим. А пока что твоя мама будет... И мама еще подставил. Что нравится тобой, твои проделки? Можно идти на ул? Идея, я тебя не задерживала. Хм. Что это такое, блин? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Че ты закончил, Дима? Мама будет убирать за раздевал. А тебе не легче рассказать правду то, что это не ты сделал? И почему вообще твоя мама будет убирать за раздевал? Наташа, если Дима расскажет правду, то его потом перед всей школой будут усмеивать. Ты ступые пацанские понятия. Согласен полностью, блять. Это ваши женские обиды. Добрый день мы и... Ай, потом тоже согласен. Хорошо ответил. Что это у вас за секретики? А ничего. Един своим шарм. Прежде чем рассказать Леопольду Арнольдовичу? Молчите. Леопольд, подрый трус, подрый Так ты первая начала меня выделываться, я просто защитил там для человека, а ты начинаешь сразу до меня орать, что за херня Т Я тебе сказала, что если тебе нравится девочка с параллелью, то так и скажи, не нужно меня мучить и держать за дуну Я сказала, что мне нравится только ты и точка Дмитрий, Наталья, что вы все сегодня такие возбуждены? У нас ЧП произошло ЧП? Школьную раздевалку разрисовали баллончиками И кто же это сделал? Это вы у Димы спросите Кстати, это же школьная раздевалка, что-то какая-то маленькая Че, Саша, я разрисовала Неопольд Арнольдович, не верьте ему, это не может А, кто же тогда это сделал? А у Димы пацанские понятия, никого не хочет сдавать Может, все-таки расскажете мне? Я, между прочим, тоже пацан Андрей, с параллельного голоса, обязательно вон на классницу И Дима решил за нее заступиться, а вот и поучился это Погодите, речь идет о Полине? Да, она Диме нравится Саша, ты тупой Ну так а что она мне так сказала, ты Да, блядь, ну не нравится она ему, успокойтесь уже, просто защитил он девочку, что здесь такого? Ты за нее заступаешься, значит Да вы заебали, блядь Ты испытываешь какие-то чувства, ты же Заступаешься хорошо, не заступаешься хорошо Ой, не ха-ха-ха, я не понимаю А на нее кто-то наезжает? Так а почему ты об этом Юрьевне не рассказал? Ему считают, что это не пацанский поступок А пацанский поступок прикрывать ложь Тихимильман, сейчас будешь еще всю раздевалку убирать после этой всей потасок Дмитрий, у меня вопросов больше, чем ответ Почему вы? Мы смотрели супергеройского кино и должны... Как раз таки, если супергеройское кино бы они насмотрели, они бы пошли сами надавали Блин, никому не рассказывали Во! Наконец-то, блин С вами мужчины должны быть для них опорой Если происходят инциденты такого рода, то тут молчать нельзя, понимаете? И что вы предлагаете делать? Давайте так, я сейчас пойду за Юрьевной, а ты ей расскажешь всю правду Договорились? Ну так... Я обещаю, что приложу максимум усилий, чтобы эта ситуация осталась без последствий Ну просто... Все, дайте мне пять минут, я сейчас вернусь и все решим Вот видишь, Арнольдович сейчас все решил Просто это не по-пацански впутывать при пац... Да, блин, заебали вы наху все не по-пацански вырастите и поймете По факту, если бы Дима не заступился за эту Полину, то проблем бы тоже не было Я тебе это тоже говорю, а? Я-я-я не понимаю, они че какие смелые? Один приходит на весь класс Блять, мы, вы же тут это, в пятером тебя это, ну и боже, ты че? Ну че, пожаловались, да? Выйди с нашего класса! Я не к тебе пришел, белобрысы! Да вы лишь ухлят! Ну че, оборзили? И они все это, знаете, заметили, да? Все выделываются, которые, они все какие-то мелкие Хе-хе-хе, по-моему это! Рост свой так это, как это... Блять, слово забыл, ну вы поняли Толбой на меня! Комплексы какие-то! Ну ты же на Диму толпой шел! По-твоему два человека это толпа? Ты че? Ну это уже точно не один Ты переперся, что? По дверью стоял подслушенный? Ну вначале я наблюдал, как твоя мамка вытирала баллончик, который мы разукрасили и раздевалку А потом я увидела, как ваш любимый поверитель глобусов вышел из кабинета И тут... Я бы ему после слова мамка поебал бы с ездил Плохом надо быть, чтобы не понять, что вы меня сдали Так зачем ты переперся, если понимаешь, что мы тебя сдали? А ты своей мамке помочь не хочешь? А то она бедная б... Я могу тебе помочь, упасть Когда в уборке не справиться Ты че так базаришь? Ты реально перегибаешь Вы че толпой на меня решили? Да А может он тебя тоже с... Да! Да! Беги на! Ну как ты Диму закрыл? Ну давайте! Подходите! Убери! А ты убери своих дикарей! Я сказала убери! Дикарей? По-моему дикарь здесь именно Сыблин Ты что? Что? Делаешь! Простите! Ты что в этом классе забыл? Мне нужно было книгу подержать Какая? Книга! Не выдержала Юрьевна! Это он? Дима, че? Она там стоит и еле сдерживает свет В comentarios Дима, это он? Да Ты разрисовал шкафчики в раздевалке? Но если Димина мама умирает Значит это он! Правильно Дим? Я сейчас как-то по-моему это нелогично Дима, ты хочешь нам что-то рассказать? Да, это Андрей все сделал Он разрисовал баллончиком всю раздевалку и обманным способом закрыл меня в шкафы В смысле, обманным способом? Залезь, посидишь, мы тебя выпустим? Че-то? Каким обманным способом? Как это? Какие вы все интересные? Когда спрашиваю, все молчат. А когда дело выходит из-под контроля, так все все знают и все все видели. Андрей унижает свою одноклассницу Полину, а Дима заступился за нее, и все это из-за Диминой храбрости. Ну дай. Пиздец, блять. Обвинять храбрость в том, что защитил девочку. Че за бред? Андрей на дополнительных занятиях назвал Леопольда Арнольдовича повелителем глобуса. Я-то, ну вы тоже уже не перегибайте, альк... А он-то че, ты лонжи? Сама Юрьевна, все на самом-то деле было не так. Так, где-то классный руководитель. Александра Юрьевна, я закончила. А можно было и не начинать. У нас тут Дима заговорить решил. Дима, что тут вообще произошло? Так, а ну-ка пошли. У них все хорошо, а мне нужно продолжить урок. Давайте вы подойдете на перим. Дима, я буду в раздевалке. Я так полагаю, надо мной... Я буду в раздевалке смотреть на свою работу. И почему же? Потому что я шестерка, да? Дмитрий, вы бы лучше переживали, что ваша мама вымывает шкафчики, пока вы накрывали истинного нарушителя. Согласен. Так и что с Андреем будет? Без совета перевод в другую школу. Да! Наконец-то еще одного выкинут нахер отсюда! Будет больше адекватных людей. Так, ладно, у нас осталось где-то минут... Ну конечно, вряд ли. Ну 20, давайте хоть тему запишем урока. И чё? Какой в этом смысл тему запишем? И чё дальше? Итак, чтобы на следующий урок подготовили домашнее задание. Кстати, я в предыдущей серии говорил, типа какой каток там сентября, а там здесь зима, оказывается, вот дыма. Да. Извините. Дима, можно тебе дать книгу? Зачем? Ну мне, когда бабушка ругает, и ты все время книгу по джопу ставишь, чтобы больно не было. Ты дурак? Почему ты не сказал все правду? Ну ты понимаешь, что как дурочка драйл эти шкафы? Дамы, дамы, Дмитрий мужчина и хотел решить проблему по мужски. Тогда почему этот мужчина сам по-мужски их не отмывал? Ну, понимаешь... А вот это вот я тоже не понимаю, типа сказал бы, мам, я все сам вымыю. Давайте мы, как мужчины, иногда совершаем гупости. Так, для Поля Арнольдович, давайте без ваших шекспировских мотивов. Так, а чем все закончится? Докладную на имя директора я написала, а дальше с ним пусть разбирается 5 советов. Но я почти уверена, что с этим Андреем был еще один человек, который ему помогал, верно? С чего это вы решили? Зима, у нашей школы, так сказать, есть свойства все видеть и слышать. Если ты сама все видишь и слышишь, то какого хера ты задаешь мне такие вопросы? Ты же все знаешь. Кто это был? Никого больше не был. Ты уверен? Санта Юрьевна, мы же уже нашли основного виновника. Не будем переливать из пустов порожнее, верно? Ну да. Ты перед кем не хочешь? Ну прости. А что там с этой девочкой Полиной? Ты ведь ее защищала? Так а почему ее задевают в классе? Ну, насколько мне известно, там что-то личное между этой Полиной и виновником Андрея. Так, я поняла. Нужно поговорить с ее классным руководителем, чтобы она ее дисциплину тоже подтянула. Ты Полина. Да вы заебали, блядь! Я что не могу защитить человека? Какого хера? Какие вы все странные! Ну так оцени тогда то, что у тебя есть сейчас. Свободен. Я, блядь, ценю. Я просто защитил человека. Вы еще припались. Санта Юрьевна, что еще? А можно мне с Леопольдом Арнольдовичем поговорить? Ну, говорите. Ну, наедине. Что это у вас тут за секреты, а? Нахуй пошла. Надеюсь, вы мне баллончиком тут ничего раскрашивать не будете. Спину тебе. Пними я под зад. Леопольд Арнольдович, можете мне помочь? Слушай. Леопольд Арнольдович, признавайтесь, это ваше хрук дело. Я тут ни при чем. Это все Дмитрий. Так, а кто у нас здесь Дмитрий и Наталья? Что? Можно тебя пригласить, Наталья? Ты серьезно? И специально для Дмитрия и Натальи звучит эта композиция. Неужели есть адекватные там у них люди? Ааа. Что все это значит? Это значит, что мне никто другой не нужен кроме тебя. А как же Полина, которую ты так называешь? Да ты задолбала за своей Полиной! Я только защищал. У меня аж слезы потекли. Это так мило. Ты обещал, что твой защищал, это только защищал. Да, обещал. Ну, посмотрим. Прости меня за мой обман. Зато я теперь буду знать, что ты способен на обман. Ну, Наташа. Что? Что там? Ладно, время покажет. А, еще одна записка. Прости. А, прости. Согласен. Саша, давай, что случилось? Ничего. Саша опять юг не чудит. Ну, ладно. Дима, тебе тут опять записку на шкафчике оставили. Ну-ка. Ну, я так и думал, что это записка. Интересно, кто-то это написал. Но если прости, это вряд ли не этот челик. Так, короче, интерес... У, я вижу Камрана, и он опять появится. Короче, интересная серия. Вон, даже я немножечко всплакнул. В конце было миленько. Спасибо большое, Руслан. Спасибо большое вам подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте поджимать бубенчики. Все интересные ссылочки в описании. С вами-ка всегда был Рибон. Спасибо за просмотр. Пока.